Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня 21 декабря и мы пришли на дачу. Муж хочет поработать. Есть у мужа такое желание. Значит, я вам кратенько покажу на сливе, как я делаю обрезку. Для этого у меня есть секатор, ножовка и сучкореза. Значит, сроки обрезки, периоды обрезки. Значит, у каждого у вас будут разные. Значит, можно обрезать летом, но я не люблю, много листья зеленого, там ничего не видно. То есть, я эту обрезку отбрасываю. Осенью я стараюсь тоже не резать, потому что дерево готовится к зимнему сезону, закругляются все процессы в дереве. Дерево в стадии покоя. Значит, самый, я люблю вот такой, как у нас сейчас, декабрь месяц, температура плюс 5. Нет, сегодня плюс 8. Ну, может, плюс 8, плюс 8. Вот этот период. И второе время, второе, которое я использую, это весна. То есть, здесь я смотрю, нет ли примороженных веток или что-нибудь вот в таком духе. Значит, так как вы будете опять писать и задавать дурные вопросы, я вам рассказываю, у нас погодные и климатические условия по сравнению с другими разные. Да, даже по территории Украины они разные. По территории Украины разные. А там, который туда, вот за еще куда-то, в левую, правую сторону, это вообще, кто-то будет сейчас говорить, что у него минус 20, может и минус 40. Выбирайте тогда, когда вам позволяет. Значит, самая такая нормальная погода, которая можно работать, это минус 5 градусов. Древесина при боли, если 10 градусов, при резко секаторах она не режется, а ломается, крышится. То есть, вы дополнительно дереву наносите вред. Значит, что я использую при замазке срезов? Первое, это масляная краска. Все знают масляную краску. Вот я использую. Второе, это гашеная известь. Вот краска используемая. Второй вариант, это полкилограмма гашеной извести. Развожу до сметаны и добавляю туда 100 грамм медного купороса. Значит, и вот это замазывать. Вот этим раствором известь купороса можно замазывать по весне. Здесь сейчас погода у нас постоянная, хорошая, ничего, все нормально. Ну, теперь показываю. Значит, смотрите. Вот дерево. Значит, для того, чтобы оно не росло, вот как оно сейчас жировики бросило, вверх пошло, чтобы оно не росло, мы смотрим и в дерево пускаем, чтобы оно было более, имело пологовую форму. Вот здесь, что мы будем использовать? Здесь я срезаю. В эту веточку полностью нельзя, потому что она под тяжестью плодов, она будет опускаться. Значит, я ее оставляю на 30 сантиметров. Вот такой же следующий. Значит, эта ветка направлена вверх. Значит, ее можно или срезать, или срезать, или оставить на 2 сантиметра, чтобы росли плодушки. Вот два пальца ставите и плодушка. Здесь пологая, значит, укорачиваем на 30 сантиметров. Аналогично. Значит, здесь на плодушку. Ну, вот тоже вот. Эта ветка идет внутрь, кроны мы ее убираем, но пока можем даже и оставить. Укорачиваем где-то вот здесь вверх, уходит резко. Она нормально, еще пойдет. Значит, следующий. Здесь, на плодушку. Эти подравниваем на 30 сантиметров. Это будет вот на плодушку. То есть, я не обрезаю вот эти маленькие. На этих маленьких уже завязались плодовые тела. То есть, они будут давать сливу, на следующий год. Вот эту ветку, видите, она вот такая. Значит, мы ее укорачиваем. Или здесь ее можно убрать вообще. Значит, здесь 30 сантиметров. Нет, эту берем на плодушку, потому что она будет гнуться. Вот это она пошла вверх и мешает. Я ее полностью убираю. Чтобы ветки друг от друга во время ветра не терлись и не носили вред сразу, изначально. Значит, здесь 30 сантиметров. Тут тоже 30 сантиметров. Здесь 30. Эту на плодушку. Эту я убираю совсем. Она идет внутрь кроны. Она мне не надо. Вот это что же? Вот это. Здесь уберем на плодушку. Вот, вот эти. Эту вообще. Да. Вот, наверху, смотри. Одна в другую трется. Не убежно. Значит, здесь я укорачиваю. Так как здесь надо крону формировать, я укорачиваю где-то примерно на 30 сантиметров. Она здесь даст дополнительные ветки, что мне потом позволит. Здесь убираю на плодушку. Он там наверху. А ту вообще. А он наверху там, видишь? Да, я вижу там. Надо какую-то лестницу там, друг от друга. А вот это? Ты вот эти две оставляешь? Я их сейчас уберу. И очень сильные побеги. Они очень сильные побеги на них на луках. Значит, тут 30 сантиметров. Ой. Вроде в солнце уже вырулило. Да, нет. Это на плодушке идет. 30 сантиметров. Горяч. Валют. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ты лучше знаешь Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok